Жестокое преступление в Авидеополе. 31-летний Дмитрий Погорелов убил и обезглавил женщину и ее трехлетнюю дочь. Устроив в этом же доме пожар, Погорелов бросился в бега на грузовике МАН в поисках убийц. Участвовало более 600 человек, среди которых оперативники уголовного розыска, военнослужащие Нацгвардии, бойцы полицейского спецназа КОРД и СБУ, так как появилась оперативная информация о том, что Погорелов направляется в сторону Одессы с целью совершить теракт, подобный Берлинскому. Тогда, напомню, грузовик въехал в толпу людей. Сдержать его удалось в районе двух часов дня пятницы, в семи километрах от Авидеополя в селе Роксоланы. Виталий Хемий расскажет подробнее. Мясники за Авидеополя. Так уже называют между собой правоохранители Дмитрия Погорелова, который поставил на уши всю Одесскую область. Он работал 8 лет на семью своих будущих жертв. Перевозил грузы на фуре. Хозяин фирмы задолжал Погорелову деньги за работу и долгое время их не отдавал. Придя в очередной раз за деньгами, наемник не застал работодателя. Так как тот с семьей уехал на новогодний отдых в Карпаты. Погорелов поджег дом своего шефа и отправился мстить дальше. Недалеко жила сестра должника Оксана Журавлева. Пока муж Журавлевой пытался потушить дом Шурина, Погорелов совершал кровавое, не имеющее аналогов по своей жестокости, преступление. Местные жители говорят, что до этого Дмитрий Погорелов успел навестить других должников. Сегодня я узнал, что он побил моего соседа тут, Саша его зовут. Саша лежит в больнице, спрашивал отца, что случилось с Сашей. Ну, я как будто Дима его побил на работе, значит, побил его. И в больнице лежит сотрясением. Ну, голова болит у него и грудью ударена. После поджога дома, где проживала Оксана Журавлева, Погорелов сел на грузовик и уехал из Аведиополя в направлении Одессы. По дороге мясник столкнул в кювет несколько легковых машин, но до областного центра он так и не доехал. Правоохранители развернули план перехват. Фуру Дмитрий Погорелов бросил в поле, после чего пешком направился в один из курортных поселков. Искали его в Санжейке и Грибовке. Приезжали с вечера, ночью искали человека, показали фотографию. Я уже видел это все в интернете. И, ну, ничем как бы помочь. Пожалуйста, проезжайте, проходите, ищите. Но ночь темная, ничего как бы. Ну, я так его лично не знаю, но по разговорам, по знакомым, добрый, нормальный, спокойный человек. Дмитрий Погорелов был задержан около двух часов дня в пятницу, недалеко от села Роксоланы, что на границе Аведиопольского и Белгороднестровского районов. Убийцу задержали военнослужащие 49-го полка охраны общественного порядка нацгвардии. Виталий Джуряк, Виталий Брайко и Александр Булок. Ну, значит, с утра был обнаружен след его. След шла группа следом. И ближе где-то к 14.00 совместно с участковым с Аведиополя и наших три бойца сделали задержание. На данный момент находится в Аведиопольском отделе полиции. Проводятся пока не следственные действия. Не был вооружен. Был весь ободрый, где-то спал в кустах каких-то. Куртка все ободрая и все. Запорделения никакого не существует. Во время дачи показаний Дмитрий Погорелов признался, что в Одессу ехал не просто так, а повторить теракт, который не так давно произошел в Берлине. Он хотел врезаться в толпу празднующих людей на дно из оживленных улиц города. «Я хочу, чтобы Одесса боялась», – сказал он полицейским во время допроса. Также он сказал, что на убийство пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказался.